Приветствую всех поклонников танковых сражений с Firefall Fire. Одной из новинок обновления Активный поиск был новый према БТ для Советского Союза, Т-80УМ Е1. Да, я знаю, что с момента патча уже прошло два месяца, и то, что на подходе уже осеннее обновление, но наземку я рассматриваю не часто, так что тут идеально подойдет выражение «лучше поздно, чем никогда». Начнем с того, что новый 80-ик расположился на боевом артинге 11.3. В Советский Союз реконсмен по количеству наземной топовой премотехники. Тут и Деривация, и Турмс, и недавно введенные Т-80УД, а теперь еще Т-80УМ Е1. В общем, есть из чего выбрать. Новый Т-80, как и многие другие премы, обеспечивают быстрый заход в топовые бои 7-х и 8-х рангов, а также демонстрируют на что способны советские танки. По сути, подобные премы существуют, чтобы избежать монотонную прокачку целой ветки и сразу перейти к заветным современным танкам. Но для нового игрока это как раз ловушка улитки. Думаю, что одна из главных особенностей Т-80УЕ1 – это его динамика. Танк может быстро занять позицию и подловить противника. Проблема в том, что если вы будете просто мчаться к центру карты, такая особенность будет играть в обратную сторону, и вас просто будет расстреливать в борт. Особенно на топах, где выигрыш по времени идет на секунды. Вспоминаем компоновку советских танков и карусель БК, который любит подрываться. Так что вы должны хорошо знать карты, иначе вы просто будете умирать. Да, может показаться, что такой совет подойдет ко всему, но на быстрых танках это необходимо больше всего. Вам же еще до ла-манша на нем предстоит ехать. Если рассматривать Т-80УЕ1 детально, то это сборка двух модификаций. За основу взяли Т-80БМ, а башню Т-80УД. Поставили на танк динамическую защиту Контакт-5 и новотепловизор. Основной снаряд у нас 3БМ-46. Точно таким же обладает Т-80У в обычной ветке прокачки. К сожалению, топовые 3БМ-60 не выдали, хотя мощности 3БМ-46 хватает. Часто проходят ваншоты, и редко мне встречались непробития. Если знаешь уязвимые зоны танков, то проблем с этим снарядом точно не будет. Что насчет нашей брони, то она неплохая, но в ней нет ничего необычного. По сравнению с западными танками, выжимаемость у нас ниже. Борт не прикрыт от славы совсем, поэтому мы всегда ловим туда ваншоты. Залетают даже под углом. Лоб защищен лучше. Контакт-5 спасает нас от рандомных прилетов, но опять же НЛД пробивается как фольга. Да и под маску залетает тоже, на ура. Так что по защите не скажешь, что Т-80 хорош. Тут больше рассчитано на кривых стрелков, сплошное везение, а также тех, кто стреляет кумулятивами. В отличие от других ташек, Т-80 обладает неплохим по меркам СССР задним ходом. 11 км в час это всякие лучше, чем 5 км в час у Т-72 и Т-90. Это дает больше пространства для маневров, а на топах это нужно как воздух. Танк без заднего хода банально не может поменять позицию и починиться. И наверное самое главное, чем Т-80 лучше Т-72, это скорость перезарядки. Я думаю не для кого не секрет, что у всех советских танков установлен автомат заряжания. Но дело в том, что он разный, и на Т-80 снаряд заряжается за 6,5 секунд, а на Т-72 уже за 7,1. Разница вроде небольшая, но она ощутимая. Особенно в условиях городского боя, где необходимо быстро уничтожать вражеские танки. Конечно это не Тайп-90 и не Леклерк, где этот параметр доведен до абсолюта, но тоже неплохо. Кстати не так давно эти автоматы заряжания получили свою модель повреждения. Если раньше большим плюсом было то, что их нельзя было сломать, то теперь есть шанс, что его вам поломают. Хотя скорее всего вы просто взорветесь от подрыва снарядов в карусиле боекомплекта. Но остался один плюс, прокачка экипажа никак не влияет на перезарядку. Поэтому можно сэкономить на экипаж. Мне нравятся танки Т-80, это хороший советский ОБТ. По сравнению с Т-80У, который делит с нами один и тот же боевой рейтинг, мы отличаемся лишь качественным тепловизором. По крайней мере смотреть через него не больно глазам. Все же первые теплоки очень низкого разрешения. Я их обычно включал, чтобы просто просмотреть какую-нибудь лесополосу на предмет вражеских танков. Ну и второе отличие это конечно же статус према. То есть вам не придется прокачивать что-то из модулей. Но если вы планируете брать этот танк как свой первый БТ, то лучше этого не делать. Если и покупать, то что-то из натовских машин. Леопарда или Абрамса. Живучесть все же Т-80 подводит. Без опыта вы будете всегда отлетать в ангар при каждой попытке объезда карты. И долго привыкать к суровым реалиям рандума на топах. Что к самому сетапа, то в него можно поставить К-50. Если погодные условия позволяют, то этот уничтожитель танков подарит вам немало фрагов. То же самое могу сказать и про Су-39. Он будет полезен только в хорошую и ясную погоду. У него неплохая оптика и подвесы, но вот малейшая дымка или облачность портит всю штурмовку на корню. Из линейных машин подойдет Ми-28Н. Про него кстати я не так давно делал видео. Ну и в случае когда у вас уже прокачан Т-80У, а остальные танки еще не открыты, можете поставить на него талисман. Это будет дешевой заменой. По геймплею машины похожи. С точки зрения истории, Т-80УЕ1 был разработан как вариант модернизации танка Т-80БВ с использованием башен Т-80УД. Испытание танк прошел в начале 2000-х. Серийное производство было запущено в 2003-м, а на вооружении танк приняли в 2005-м. Отличительной особенностью был тепловизионный перцел второго поколения, но по количеству выпущенных танков их было немного. Те же основной упор тогда делался пользу танков Т-72 и Т-90. Ну а затем появилась другая модификация Т-80, Т-80БВ, и все мощности завода ушли туда. Вот такая история, подписывайтесь на канал, поддержите видео лайком, и до новых встреч, пока-пока. Продолжение следует...